Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Сегодняшний выпуск мы посвятим искусству фотографии. Лучшие изображения – это те, которые сохраняют свою силу и влияние на протяжение многих лет, независимо от того, сколько раз их рассматривают. Именно так и произошло с работой Валерия Горбунова. Он стал победителем конкурса «Русского географического общества. Самая красивая страна». 65 тысяч фотографий, более 8 тысяч фотографов из России, Италии, Германии, Украины, Китая. Среди 14 снимков победителей в номинации «Россия с высоты птичьего полета» победителем стал наш земляк Валерий Горбунов с работой «Казанский монастырь» города Тамбова. Через что приходится пройти, чтобы поймать один успешный кадр, расскажем в нашем сюжете. «Россия с высоты птичьего полета» «Россия с детства» был в семье фотоаппарат, старенький «Чайка 3М», на 72 кадра он был. Романтика вот этого старой фотографии, она до сих пор где-то в душе. То есть, что такое раньше проявить фотографию? Это проявитель, закрепитель, обычно ванна, фотоувеличитель, ванночки вот эти вот с реактивами, пленку проявляешь сначала, красный фонарь, соответственно, черно-белое фото. И все это в темноте, вот в прекрасном фонаре, вот все у тебя на глазах, вот. Фотоувеличитель, убираешь кадр, наводишь на резкость фотографии, потом подкладываешь фотобумагу, вот. Держишь сколько-то времени, уже не помню, сколько секунд, потом это все в проявитель, начинает в этой ванночке проявляться фотография, вот. Ждешь, сколько она вот должна быть контрастной, темной, потом ее промываешь и фиксаж в закрепитель. И все это вот фиксируется, потом промываешь и все это развешиваешь в ванной на веревочке. Всему этому как бы научил меня папа, как фотографировать, вот, как проявлять. Вот, в принципе, моя техника, вот, все она упакованная, вот, кажется. Ну, первый, как раз, герой покажу своего, который принес победу, это вот дрон. Вот видите, какой он компактный, в маленькой сумочке, вот. Вот, этот чехольчик защитный снимаем, ну, так все раскладывается, вот. И уже превращается, как говорится, брюки превращаются в шорты, да, вот. Вот получается дрон. Картинка передается на смартфон, все, все видно. Кнопочку нажимаешь, снимаешь, поворачивается камера, то есть управляешь. Машина очень умная, практически робот. Не зря его, как говорится, дроном называет. То есть потерять его, как говорится, тяжело, но возможно. Он у меня уже падал раз. Вот, когда сердце ёкнуло, я у него отключил все датчики, то есть режим был, и забыл включить нормальный, то есть и взлетел прямо в деревьях. Вот. Ну, крепкий оказался. Влетает вот уже год после падения первого. Ну, и основной, как говорится, друг фотографа – это зеркальный фотоаппарат. Вот. С любимым объективом. То есть вот любимый пейзажный объектив с широким углом. Вот. Ну, тут, кажется, в черном ящике есть еще объективы. Вот, допустим, телевик. То есть снимать поближе птичек. Ну, и пейзаж интересный получается. Вот на телевик, хотя, говорят, он не пейзажный. То есть еще есть такой объектив, тоже уникальным рисунком. Это фишай как раз. То есть рыбий глаз. То есть человек может снять так, как видит рыба. Ну, по крайней мере, мы думаем, что она так видит. Вот. Ну, и это стандартный китовый объектив для этого фотоаппарата. Вот. То есть он на среднее расстояние. Вот. Вот, в принципе, сумка фотографа. Первую зеркалку я себе купил где-то в 2010 году. Вот. Был Nikon D3000. Он бюджетный. В принципе, неплохой. Даже драйвов, как рисовать не могу показать. Вот. И с ним я, в принципе, путешествовал. Ну, тут по области начал путешествовать. Вот этот первый кадр, который у меня, в принципе, попросили его на конкурс послать. Заняла на призовое место. Вот. Похоже, даже первый. Уже вспоминать не буду, потому что у меня много тут этих региональных дипломов с региональных конкурсов. Я вот могу сравнить. Периодически езжу, допустим, в Астраханскую область. Вот. Ну, проезжаешь там несколько областей. В Астраханской области, допустим, сравним его с Тамбовской. То есть едешь, дорога, это вот глина выжженная. Вот. Ну, мы ездим в августе. Может, конечно, там где-нибудь в апреле позеленее. То есть пустыня, глина, вот. Эти бескрайние степи, там два куста на всю дорогу. Вот. Там вся жизнь у реки, вот, как говорится. Там, да, там уже и деревья высокие, и река сама дает жизнь. Вот. А вот как оттуда едешь, вот. Эти уже пейзажи так надоели. То есть вот эта вся глина, жара, вот эта вот рыжая вот почва. Вот. И как подъезжаешь вот к Черноземью, тем более к Тамбовщине начинаются, леса, березки, вот. Наши степи, бугры, там, холмы. Вот. И уже как-то, знаете, радуется прям душа прям. Вот видите? Вот этот кадр, да? Вот. Тут солнце ровно за куполом. Вот. Вот она вставала. Вот. И так вот она, кажется, отстает солнце долго, да? Вот. А когда снимаешь вот в объектив, я несколько раз со штативом перемещался, вот именно, чтобы поймать солнце за куполом, то она краешек торчит, то сюда. И она получается, вот когда снимаешь, она, оказывается, быстро движется. То есть из объектива она уходит. Так вроде смотришь, стоит оно и стоит, светит оно и светит. Да, вот именно поймать вот этот такой момент, вот, чтобы она светила именно из-за какого-то объекта, вот, это там секунды. Было много грамот, был конкурс, вот. Ну, потом, как бы, ну да, тут я, как бы, утвердился, да, вот меня знают, в конкурсах побеждаю. Все, хорошо. А вот чего я стою именно на всероссийском уровне, мне вот было интересно. Вот. Что я могу больше, вот, чем тамбовский, просто региональный, скажем так, фотограф. Это вот первая фотография, которая в конкурсе РГО, Русского гигарфического общества, попала в финал. Вот. Для меня это прям было что-то такое с чем-то. Вот. То есть конкурс тоже там, не помню сколько, тысяч 30 или 40 участвовало фотографий. Вот. И моя попала вот в финал. Это вот именно наша история, старина, что осталось. Вот, допустим, этот купол уже завалился. Нет такого кадра. Все. Я ездил, вот, летал там дроном. Вот. Все. Он завалился там, вот. Ну, одни развалины. Вот. Кадр создавался как вот. Понравилась мне церквушка именно в Кривополяне. Вот старая, там, где снимали фильм «Жила, была одна баба». То есть известное, да, место. Вот. Она уликальная. Там нет даже это, твердого дорожного покрытия, песчаные дороги. Поехали, вот, к храму. Он в кустах находится. Вот. Туда тут крапивы, заросли, прочее. Туда вот пролезли. Вот. Ну, вот, в принципе, картина, она, конечно, тут искаженная, немножко сюрреалистическая, да. Вот. Потому что, да, там тесно, заросли. Вот. И у меня оптика такая есть, как фишай, рыбий глаз. То есть он захватывает 180 градусов. Вот. Я вот вверх глаза поднимаю, смотрю, там купол. Вот. Торчит. Если обратить внимание, тут вот иконостас. Вот. Вот он. Завалившись купол. Вот это вот главный купол здесь был. Если так вот рассматривать. Вот. Тут вот треугольничек, я не знаю. Может, не этот. Вот. На этих треугольничках еще образа были. Отъезжаем от этого места, и мы раз показываем перегрев двигателя. Что такое, блин? Что? Вот. И, короче, отсюда, с этого места, мы до Тамбова, вот, с товарищем добирались 4 часа. То есть у меня заклинило термостат. Вот. Пошел перегрев. Машина перегревается. У меня выкипил весь антифриз. Я кое-как допилил до бандарей. А вот это молнии сверкает. То есть машина не едет. Вот. Включил на печку. В машине жарища. Вот. Лето. Жара. Вот. Окна не откроешь, дождь льет. Встал на трассу, машу. Останавливается Калина. Там женщина. Вот. В Калини. Я говорю, вот, все, блин, машина перегрелась. В общем, не знаю, как ехать. Говорит, ну, что, ребята, цепляйтесь. Говорит, что делать-то? И вот она нас прицепила. Вот. И дотащила вот нас до Тамбова, до Расказовского моста. Вот. Денег никаких не взяла. Впечатления, скажем так, и воспоминания, что у меня, наверное, что у товарища. Вот. После этого, кстати, он потихонечку-потихонечку от фотографии отошел. Вот история просто вот этого фото. Ну, вот фотография победила, не победила, стала финалистом в конкурсе. В этом альбоме вообще всего три мои фотографии вошло. Для меня, скажем так, это рекорд. На этот конкурс попало три фотографии именно в финал, и одна победителем стала. Вот. Ну, не сильно художественная. Вот. Ну, конкурс и назывался «Мир в наших руках». То есть, это нога моего сына, вот вторая нога. И если тут присмотреться, да, тут вот птенец. Вот там клюв второго птенца торчит. То есть, у меня ребенок бегал по пляжу, вот. И чуть на... не наступил на гнездо, где эти птенцы выявились. Вот. А получилось из-за чего так? Мы не специально ехали на местах гнездования, понимаете, чайк там, птиц. А был очень сильный разлив в этом году. И то есть, вот, песка практически, где можно покупаться, да, вот, позагорать, было очень мало. То есть, и чайкам, где они гнездовались тоже, как бы места не хватало. И поэтому делили их люди, чайки, в общем. Вот. Несколько дней наблюдали за этим гнездом, потом птицы появились. Вот. И вот ребенок бегал, чуть на них не наступило, этот на него кричал, вот. Чтобы он аккуратней. Вот. Ну, все закончилось в данном случае хорошо. Вот. Но все равно потом этот остров тоже затопило. И птенцы просто из гнезда поплыли. Вот еще фотография, она стала именно финалистом в этом конкурсе 17-го года. Вот. Взгляд, такое старое окно. Ну, номинация «Культурное наследие России». Вот. Снято это из гостиницы Тамбов, когда она была в таком полуразрушенном, разваленном состоянии. Вот. То есть, мы с товарищем тоже ходили, пока он занимался фотографией. Вот. Он мне тут регулировал наклон окна, чтобы вот отражение было, вот, поворачивал. Ну, вот этот кадр выловил я. И, в принципе, скажем так, не зря. И третья фотография, которая в этом альбоме тоже присутствует, тоже стала финалистом. Вот. Но это все 17-й год. Вот. Это «Грачи прилетели». Вот. Это, то есть, наш католический костер. Вот. Снято было это с крыши. Пришли мы на эту крышу. Вот была такая вот дымка. Вот. Птицы летели. Вот. В этом кадре, правда, собрано, скажем так, несколько кадров. То есть, «Грачей» было чуть поменьше. Ну, так как у меня фотоаппарат стоял на штативе, вот. И я просто нажимал на кнопку, вот, не меняя там ни фокусное расстояние, ни положение. То есть, удалось наложить, в общем, всех «Грачей», которые в этот момент пролетали. Фотография – это, прежде всего, скажем так, необъемлемая часть моей жизни. Вот. Это вот я дома. Почему мы здесь сейчас встречаемся, да? Да. Ну, потому что вот дома меня стены душат. Вот. Не могу сидеть дома, допустим, выходной день, хорошая погода. Вот. У меня начинает болеть голова, там, хоть у окна сидишь, даже за компьютером. Вот. Фотографии обрабатываешь, ну, вот, поработал, поработал, но все равно дома сидишь, а за окном там солнышко светит, закат вырисовывается. Уже не хочется сидеть в это время, то есть хочется куда-то сесть, уехать. Вчера, вот, допустим, ездил. Озеро называется Сорное. Вот. Токаревский район. Там, по этому озеру плавают острова. Вот. То есть ветер дует сильный, остров оторвался и поплыл к другому берегу. Вот. Острова такие, ну, здоровые, то есть, я не знаю, на них там жить можно. Вот. Вот уникальное место на нашей Тамбовщине. Путешествуешь, узнаешь нашу область. Вот. Плюс там, наверное, сказывается немного сотрудничество с туристическим порталом Тамбовской области. Вот. Они дают мне, как говорится, наводки на интересные места. Будем путешествовать дальше, куда деваться. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Время летит, и это плохая новость. Но вы – пилоты своего времени. Так что умело с ним обращайтесь. А наша программа подошла к концу. Встретимся с вами в следующую пятницу на канале Новый Век. Свободное от работы время.